Всем привет, вы на канале GetSkills. Мы продолжаем рассматривать настройки межсетевого экрана CarioControl. Переходим во вкладку Server DHCP. Для того, чтобы использовать DHCP сервер, необходимо установить галочку «Включить DHCP сервер» и установить галочку на сетевом интерфейсе Ethernet 2. Сетевой интерфейс Ethernet 2 у меня подключен к внутренней локальной сети. Двойным кликом по выделенной области Ethernet 2 мы вызываем меню «Изменить область действия». В этом меню мы задаем диапазон выдачи IP адресов DHCP сервером. А также задаем шлюз и DNS сервер. По завершению настроек нажимаем «Ок». В окне «Аренда и резервирование» вы можете зарезервировать IP адрес к клиентским устройствам. Далее переходим во вкладку DNS. Здесь вы можете в таблице хостов DHCP задать доменные имена со своими внутренними серверами. К примеру, у нашего сервера CarioControl внутренний IP адрес 192.168.0.20. И чтобы не набирать IP адрес в адресной строке браузера, можно будет присвоить доменное имя. К примеру, home.abc. Для этого вы заходите в правка, нажимаете «Добавить», указываете IP адрес 192.168.0.20, а также добавляете имя хоста home.abc. После чего не забываем сохранить свои изменения. Давайте в браузере наберем адрес нашего CarioControl. У меня открывается страница администрирования CarioControl. Переходим в следующую вкладку «Таблица маршрутизации». Здесь нас интересует добавление статического маршрута. Для этого в окне «Статические маршруты» мы можем добавить свои маршруты. В основном данные маршруты нужны для организации доступа к сетям, находящихся за VPN-туннелем. Далее переходим во вкладку «Учет и контроль». Здесь наш сервер CarioControl собирает статистику использования интернета. Вы можете установить время хранения статистики, например, 24 месяца. Также исключите статистики пользователей или группы пользователей. Например, давайте исключим группу «Администратор» и «Статистики». Для этого нажимаем «Выбор» и выбираем группу «Администраторс». Не забывайте сохранить свои изменения. Для этого нажимаем «Применить». Во внутренней вкладке «Доступ к статистике» вы можете включить или отключить доступ к собственной статистике пользователям. Также здесь вы можете организовать рассылку статистики по электронной почте. Следующая внутренняя вкладка «Параметры оповещения» организует рассылку системных оповещений. Для этого нажимаете «Добавить». В окне «Добавить оповещение» указываете, к примеру, адрес электронной почты. И выбираете необходимые системные оповещения. Нажимаете «Ок». Внутренняя вкладка «CNMP» говорит сама за себя. Здесь вы можете организовать мониторинг по протоколу CNP, если у вас имеется система мониторинга в сети NMS, типа PRTG или Zabbix. Переходим в следующую вкладку «Удаленные службы». Внутренняя вкладка «MyKerio» позволяет удаленно управлять Kerio Control с любой точки мира. Для этого вам необходимо зарегистрироваться на сайте mykerio.com и установить галочку «Включить связь MyKerio». Это очень удобное удаленное средство и не требует внешнего IP-адреса. Внутренняя вкладка «CMTP» ретранслятор – это CMTP сервер. Для его работы вам требуется внести данные сервера электронной почты, аккаунт и пароль. Динамический DNS – это еще одно средство удаленного доступа к Kerio Control посредством использования сервисов, закрепляющих за сетевым оборудованием определенный IP-адрес, по которому пользователь может подключаться к своему серверу. Вкладка «Резервное копирование конфигурации» позволяет осуществлять автоматическое копирование конфигурации на ваш FTP-сервер или на ресурс MyKerio. Переходим во вкладку «Дополнительные опции». Первая внутренняя вкладка «Конфигурация системы» отвечает за синхронизацию времени с NTP-сервером и выбором часового пояса, а также за присоединение к контроллеру домена вашей сети. Внутренняя вкладка «Веб-интерфейс». Здесь вам необходимо установить галочку «Обеспечить защищенное подключение SSL» и установить сертификат SSL для того, чтобы доступ к администрированию отчислялся по защищенному протоколу SSL. Можно также установить заголовок, приветствие и логотип. Во внутренней вкладке «Обновление программного обеспечения» вы можете настроить периодичность обновления Kerio Control или сделать это вручную с помощью образа Kerio Control. Последняя внутренняя вкладка «Шифрование данных» отвечает за обеспечение шифрования всех данных, хранящихся на Kerio Control, такие как, например, статистика, оповещение и настройки. Переходим во вкладку «Высокая доступность». В данной вкладке вы можете запустить режим резервирования самого Kerio Control. Для этого у вас должно быть два Kerio Control, один из которых будет «Ведомый», второй будет «Ведущий». И в случае отказа ведущего сервера Kerio Control, «Ведомый» подхватит работу и будет выполнять свои задачи. Следующая вкладка «Пользователи». Чтобы добавить нового пользователя, нажимаем «Добавить». Выходит окно «Добавить пользователя». Во вкладке «Общее» указываем имя пользователя. Например, «Алекс». Полное имя – «Алекс Рут». Во вкладке «Группы» выбираем группу пользователя. У меня будет группа «Юзерс». Во вкладке «Адреса» назначаем пользователю IP-адрес из вашей внутренней сети. У меня будет 192.168.0.60. На этом этапе вы можете нажать «Ок» и ваша учетная запись пользователя будет создана. Но если вам нужно сделать привязку MAC-адреса устройства пользователя к IP-адресу, то вам необходимо установить галочку «Конкретные MAC-адреса» и указать MAC-адрес устройства пользователя. Например, как у меня. Также вы можете назначить пользователю IP-адрес для VPN-подключения. Для этого установите галочку «Назначить VPN-клиенту статический IP-адрес» и назначить IP-адрес из диапазона VPN-подключения. У меня, например, будет IP-адрес 172.26.21.60. Также вы можете этому пользователю назначить индивидуальные параметры, например, квоту трафика или уровень доступа. Для этого возвращаемся во вкладку «Общие» и устанавливаем галочку «Этот пользователь имеет отдельную конфигурацию». Во вкладке «Права» вы можете изменить уровень доступа пользователю. А во вкладке «Квота» вы можете назначить объем трафика. Например, устанавливаем «Включить дневной лимит». Направление. Здесь вы можете выбрать весь трафик. Это значит «Общий объем трафика, загрузки и выгрузки». Или «Объем трафика на загрузку или выгрузку». Квота. Указываем объем трафика, например, 10 гигабайт. Действия при превышении квоты. Есть режим «Блокировать весь дальнейший трафик», что приведет к отключению пользователя от интернета до следующего дня. Или «Не блокировать дальнейший трафик». Пользователь будет продолжать работать, но ему можно будет отправить сообщение по электронной почте о превышении квоты. Или применить правила по ограничению скорости интернет. Следующая вкладка «Группы». Здесь вы можете создавать группы для пользователей с разным уровнем доступа, а также использовать группы для применения определенных правил. Например, группа Children с правилами веб-фильтра и ограничением доступа к ресурсам. Переходим во вкладку «Домены и аудиофикация пользователей». Здесь в первую очередь нужно поставить галочку «Всегда требовать аудиофикацию пользователей» при доступе к веб-страницам, чтобы контролировать пользователей через кейрилл-контрол. Также установите галочку «Включить автоматическую аудиофикацию с помощью НТЛМ». Установите галочку «Автоматически совершать выход пользователей из системы», если они не активны. Можно задать время неактивности пользователя. Аудиофикация Wi-Fi – сервер радиус. Это встроенный радиус-сервер, позволяя использовать аудиофикацию кейрилл-контрол для беспроводных подключений. На этом вторая часть видео подошла к концу. Спасибо за внимание. Продолжение следует...